Миниатюрный и профессиональный? Ну вот эта штука, возможно, отвечает этим критериям. Миниатюрный, профессиональный и при этом бюджетный? Интересно, вот эта вещь, она достойна называться вот этими самыми словами? Мы сегодня с вами это и узнаем на канале Давай Запишем, где напомним, мы говорим о Pro Audio ESI UGM-192, внешне звуковая карта. UGM-192 это внешний аудиоинтерфейс формата 2 на 2, то есть два входа, ну и стереовыход, конечно же, куда же без него. Здесь на борту мы с вами найдем не только специализированный вход для гитар в линию, Hi-Z, так называемый, сюда можно подключать гитары, басы и тому подобные инструменты с инструментальным же напряжением, но один из каналов оборудован входом микрофоном. Сюда можно подключить не только динамические, но и конденсаторные микрофоны. Вы не поверите, сейчас как раз-таки конденсаторным микрофоном снимается мой голос, и на него мы подаём фантомное питание. Фантомка, идущая через джек, вижу я в своей жизни в первый раз, и это достаточно интересно. Всё управление карточкой происходит с помощью переключателей на самом корпусе. Мы можем управлять мониторингом, можем полностью отключить мониторинг, можем настроить мономониторинг, когда у нас оба канала будут строго по центру, можем настроить стереомониторинг, когда один канал у нас идёт в одно ухо, а второй канал уходит в другое ухо. Тут по вашему вкусу. Далее у нас есть включение фантомного питания, сейчас эта функция активна. Также здесь мы можем управлять усилением, хоть и фиксировано, но всё же усиление у нас изменяется в трёх диапазонах. Есть стандартное, есть плюс 20 децибел и есть плюс 30 децибел. На тестах мы будем использовать стандартное усиление, ну на финальном тесте я имею в виду с вокалом, а сейчас у нас работает плюс 20 децибел, и вот такой голос вы сможете получить с помощью этой самой карточки и динамического, пардон, конденсаторного микрофона. Сейчас расстояние от меня до него, ну где-то сантиметров 40, наверное, плюс-минус. Давайте подойдём к этому вопросу сзади. Хоть выход у нас рядом с выходом нарисованы наушники, сюда можно подключать не только наушники, но и, скажем, активные мониторы. Если они у вас есть, главное купите нужный провод с большого стереоджека на... ну что там у вас на входе ваших колонок. Отдельное спасибо компании ESI за Type-C. Боже мой, друзья, если бы я мог сейчас... сейчас просто идёт запись, я не могу, я бы вынул этот провод и показал бы вам, как тут красуется Type-C. Спасибо вам большое! Вот чисто от меня, от сердца, это просто прекрасно. Помимо USB Type-C здесь есть microUSB привычный, но это уже стандарт, когда нам нужен разъём для питания, мы ставим microUSB. Этот разъём предусмотрен для того, чтобы вы могли вот эту карточку подключить к телефону или к планшету, если вы где-то в дороге и хотите что-то записать в дороге. Да, так делать здесь тоже можно. Главная фишка вот этой внешне-звуковой карты вынесена прямо в название. Это преобразователь 192 килогерца на 24 бита, который был установлен вот в такой маленький корпус. Помимо этого по параметрам нам, естественно, интересна задержка этой карты. Сейчас, к слову, задержку вы видите прямо на своих экранах. Мы её измерили немного новым способом, с помощью программы, которая измеряет осё-задержку. Напишите нам, кстати, в комментарии, нравится ли вам именно такой способ или всё-таки нам стоит измерять задержку как раньше, по-прежнему через Cubase в настройках, переключая буфер и тому подобное. Кстати, если по настройкам на корпусе мы всё с вами посмотрели, то оставшиеся какие-то вещи уже мы сможем найти в контрольной панели карты. Там мы сможем поменять частоту, дискретизацию и воспользоваться программой, фирменной программой от ESI по названием Direct Wire. Она позволит нам настраивать маршрутизацию, она достаточно гибкая, и вот эту вещь определённо оценят стримеры и люди, которые занимаются прямыми трансляциями, когда на трансляцию вам нужно собрать такой, ну как микс, возможно, из нескольких приложений, например, из Guitar Rig'а послать обработанный сигнал, Direct Wire сделать это вам, конечно же, позволит. Если мы с вами затронули сегодня такой важный аспект, как задержка, то не затронуть электрогитару было бы большим упущением, на мой взгляд. По крайней мере, из-за того, что здесь есть гитарный вход. Давайте подключим сюда гитару, послушаем её сухое звучание и послушаем гитару с какой-нибудь обработкой, которую в дальнейшем мы на постпродакшене накинем через компьютер. Что может быть между одним тестом и другим тестом? Друзья, конечно же, ещё один тест, на этот раз с динамическим микрофоном. Ведь не секрет, что различные преампы по-различному работают с динамическими микрофонами. К слову, этот звучит следующим образом, с усилением в 20 децибел. Давайте навалим, добавим побольше. Ох, 30 децибел сейчас работает с нашим микрофоном. Я вижу, как волновая форма задралась. Не так, чтоб сильно, но всё равно этого достаточно. Кстати, что интересно, конденсаторные микрофоны вот с этой штукой выдают волновую форму побольше. Всё-таки усиление здесь не совсем хватает для динамических микрофонов. Хотя если это какой-то громкий вокал, то возможно, возможно, хватит. Давайте скинем, скинем на ноль предусилитель, послушаем, как всё это дело работает с нулём. Вот так вот ноль, меня еле-еле слышно, поэтому я возвращусь на 20 сразу же, чтобы меня стало слышно хоть как-то. И скажу, что сейчас у нас будет финальный тест. Подключим сюда сразу двух исполнителей и послушаем, как эта карточка их вдвоём запишет. Вниз по небесной лестнице, обернувшись облаком, опускался Бог. Ты посадила деревце, я его от холода еле уберём. Я за нелюбовь тебя простил давно. Ты же за любовь меня прости. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, всё повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Жить нелюбви вопреки и от любви умирать. ESI UGM-192 поставляется с таким мощным пакетом для создания и написания музыки. Полную информацию по этому поводу вы сможете найти, ну например, по ссылке на вот эту самую карту в магазине. Что хочется сказать вообще в конце от себя. Если вам... вы часто путешествуете, вы часто в дороге, вы мобильный человек, вы возите с собой либо телефон, либо планшет, и вам иногда нужно делать какие-то наброски музыкальные в дороге, вокальные, гитарные. Неважно, даже если вы не играете, если вам хочется просто послушать музыку с хорошим качеством, находясь далеко от вашего компьютера, то вот такой малыш, возможно, станет неплохим выбором. В любом случае, мне очень интересно узнать, что именно вы думаете по поводу вот этого внешнего аудиоинтерфейса. Забегайте в комментарии, напишите, не забудьте поставить лайк, если ролик пришёлся по душе, и подписаться на канал, ведь это Давай запишем, где мы с вами говорим о про аудио. Друзья, я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. До встречи в следующем ролике. Давай доснимем, и всё уже с этим роликом. Давай доснимем, я всё это время пишу. Я весь твой разговор записал. Класс. Лень, не вставляй, не надо. Давай.